Бытует мнение, что господин Фазрахманов так грандиозно проявил себя на посту руководителя Довлекановского района, что Хамитову ничего не оставалось, как сделать его министром сельского хозяйства, потому что таланты этого юноши были так велики, что оценку им дать было даже очень сложно. У меня сейчас нет документальных подтверждений того, что господин Фазрахманов получил эти деньги от главпромстроя. В последний момент Фазрахманов понял, что ситуация становится катастрофической и выписал фактически фиктивный акт о вводе в эксплуатацию, который был опровергнут и отменен прокуратурой. В недавнем прошлом сантехник гимназии номер один Довлеканова, как он добрался до этих вершин, большой вопрос, как его оставил после себя Фазрахманов и как оценивать подобную кадровую политику, это, конечно, тоже вопрос. Как мы уже и обещали, мы продолжаем наш сельский час. И я обещал начать серьезный анализ трудового пути господина Фазрахманова, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, что мы, собственно, начинаем делать. Бытует мнение, что господин Фазрахманов так грандиозно проявил себя на посту руководителя Довлекановского района, что Хамитову ничего не оставалось, как сделать его министром сельского хозяйства, потому что таланты этого юноши были так велики, что оценку им дать было даже очень сложно. Мы получили огромное количество информации из Довлекановского района, подробной, детальной информации о том, какой неизгладимый след и какое впечатление оставил господин Фазрахманов за полтора года своего руководства этим районом. И начнем мы с очень характерной, важной и социально значимой истории из биографии господина Фазрахманова, а именно с истории о том, как он приобретал социальное жилье для жителей Довлекановского района, для жителей ветхого жилого фонда, который нужно было расселять, для детей-сирот и прочих социально нуждающихся граждан в Довлеканов. В мае 2014 года, практически сразу после того, как господин Фазрахманов перешел из аппарата правительства из-под крыла господина Тажединова в руководство Довлекановского района, был объявлен конкурс «Тендер на строительство в Довлеканово» по адресу Карла Маркса 125А. Единственным участником этого конкурса была компания ООО «Главпромстрой», она же стала победителем этого конкурса, и компания принялась строить там 36-квартирный дом, который фактически потом превратился в 78-квартирный дом, так называемый ЖК «Комфорт». Ну, вроде как конкурс, ладно, вроде как строительство, ладно. Тогда Фазрахманову нужно было показать, как чудесным образом он в краткий период времени преобразит Довлеканово и сделает из Довлеканово город-сад. Он всеми силами доказывал, что с его приходом в Довлеканово хлынули инвестиции, и в частности это нужно было ему доказать в строительстве. Как только прошел этот тендер на строительство и строительство этого ЖК «Комфорт» началось, буквально через месяц был объявлен конкурс на покупку квартир для администрации Довлеканово, именно для социального жилья. Конкурс был объявлен на 15 квартир стоимостью 18 миллионов рублей, маленькие квартиры. Ну, собственно, что по цене и даже ныне существующей цене в Довлеканово это достаточно дорого. И вот в этом конкурсе, конечно же, приняла участие вот эта компания «Главпромстрой», которая чудесным образом месяц назад выиграла тендер на строительство этого дома. Помимо компании «Главпромстрой», участие в конкурсе приняла и компания «Комфортсити», у которой на этот момент, на момент проведения конкурса на приобретение квартир, уже были построены квартиры, построены два готовых дома. И, казалось бы, логично было бы, ну, с целью того, чтобы побыстрее выделить сиротам и нуждающимся эти квартиры, логично было бы Довлекановской администрации приобрести квартиры уже вот в этом готовом комплексе из двух домов, но удивительным образом компания «Комфортсити» проигрывает этот конкурс, при том, что она готова была поставить эти квартиры по заданной цене, а выигрывает все тот же «Главпромстрой». Очень характерный момент. Фазрахманов предпочел купить квартиры в строящихся домах, которые еще были там на уровне буквально котлована, а не то чтобы даже фундамента. С чрезвычайной поспешностью победивший «Главпромстрой» получил аванс в 12 миллионов рублей, а потом еще 3 миллиона рублей. И вот тут начинается загадочная история. Практически сразу после поступления этих денег из оборота компании «Главпромстрой» исчезают 7 миллионов рублей. Я не буду утверждать напрямую, что это был тот самый откат, о котором говорит все Довлеканово. Не буду утверждать, потому что у меня сейчас нет документальных подтверждений того, что господин Фазрахманов получил эти деньги от «Главпромстроя». Однако, согласитесь, очень странно, что компания, которая только начала строить дома, которая чудесным образом в этот же момент выиграла замечательно выгодный конкурс на продажу практически половины от первоначально планируемого объема строительства, вдруг пропадают вот эти 7 миллионов рублей в неизвестном направлении. Руководитель этой компании «Главпромстрой» господин Илдужбаев Тагир, единственный ее учредитель, никак это прокомментировать не смог. От дальнейших комментариев пока отказался. Я надеюсь, что мы сможем с ним еще связаться и поговорить. Злые языки, конечно, говорят, что тем самым Фазрахманов отбил свое назначение на эту должность. Я не буду утверждать, что это так, но ситуация действительно очень странная. Но давайте посмотрим, что стало происходить дальше. Этот дом по улице Карла Маркса, 125А, чудесным образом превратился из 36-квартирного в 78-квартирный, при том, что 15 квартир уже были закреплены за администрацией, как проданные. 50 квартир – это квартиры, которые стали строиться по долевому строительству, и еще 10-13 квартир были проданы сразу за деньги. И строительство вроде как пошло. Однако, напомню, это был май-июль 2014 года, и по документации, которая была подана, удивительным образом, сдача дома была запланирована на 31 августа 2014 года. И согласно контракту с администрацией, 31 декабря 2014 года, в случае, если дома не достроены, не введены в эксплуатацию, деньги должны были бы вернуться. По состоянию на сейчас этот дом не достроен до конца, а у нас уже практически 2019 год. Заселено там худо-бедно 50% людей в этот дом, хотя он толком и не сдан до сих пор. В последний момент Физрахманов понял, что ситуация становится катастрофической, и выписал фактически фиктивный акт о вводе в эксплуатацию, который был опровергнут и отменен прокуратурой. Но пока шла вот эта процедура ввода и отмены этого акта ввода, успели получить технические паспорта на помещение. В общем, случился страшный коллапс, в том смысле, что дом, по сути, не сдан. Как расценивать исполнение этого муниципального контракта, совершенно непонятно. Нужно ли возвращать деньги или судиться, тоже вопрос большой. Но к этому моменту господин Физрахманов уходит из Довликановского района, оставляя вместо себя господина Мохамедзианова, нынешнего главу Довликановского района, который повторно вводит в эксплуатацию этот недостроенный дом. Одновременно со всеми этими коллизиями с домом на улице Карла Маркса 125А в Довликаново происходила странная и, на самом деле, тоже очень показательная история со строительством на улице Высоковольтной 14А в Довликаново. А именно там закладывался некий микро-микрорайон из нескольких домов детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса со собственной котельной, которую пытался построить господин Самарин Александр Анатольевич, и строительство которого очень сильно противодействовало администрации Довликановского района, судя по всему, исходя только из того, что этот объект может внести некую конкуренцию в ту схему, которую они заложили с вот этим вот жильем для нуждающихся, там пошли в ход уже и отказ в выдаче свидетельства о вводе жилья и какие-то еще моменты, и там с землей какие-то истории, вплоть до абсурда уже в последнее время шла речь о том, что дом полностью готовый, в котором живут люди, отказывались принимать в эксплуатацию по той причине, что в подвале высота потолка была 4 метра, глубина подвала, и Довликанская администрация сочла этот подвал этажом, который под землей находится, и утверждала, что дом не трех, а четырехэтажный, и даже после того, как господин Самарин засыпал этот подвал грунтом и сделал высоту потолка там условно соответствующую нормативу, администрация Довликанского района все равно отказывается принимать в эксплуатацию это здание. Дом готовый, годный, работающий, ее, собственно, выглядит лучше многих, но, тем не менее, вот так. Это к тому, какие двойные стандарты и какое фарисейство вообще практикуется в этом районе. Естественно, это фарисейство, эти двойные стандарты, абсолютно наследие руководства господина Фазрахманова, который, вот в интересах которого происходила вся эта история вокруг дома на улице Карла Маркса 125А. Вообще про господина Мухаммедзянова очень много говорят интересных вещей в Довликанском районе. В частности, что, ну, во-первых, он вообще-то в недавнем прошлом сантехник гимназии номер один у Довликанова, как он добрался до этих вершин, большой вопрос, как его оставил там после себя Фазрахманов и как оценивать вот подобную кадровую политику, это, конечно, тоже вопрос. И еще есть информация о том, что вот этот господин Мухаммедзянов, он ставленник не только Фазрахманова, но еще и господина Ильясова, управляющего делами администрации Довликановского района, который тесным образом связан с Толкачевым через ту страшную историю с убийством на охоте, который много-много лет уже обсуждается у нас в республике Башкортостан. В общем, к чему это все рассказываю? Кроме того, что, конечно же, вот эта история с жильем для сирот и нуждающихся в Довликанова четким образом характеризует Фазрахманова как управленца, конечно же, вот эта история с этими пропавшими семью миллионами, она однозначно бросает тень на репутацию министра, и надо бы ее прояснить. Если это не был откат, то что же случилось с этими деньгами? Надо бы получить ответ на вопрос, почему так получилось с этим строительством, и к чему были такие нелогичные решения, при том, что было готовое жилье, в котором могли бы уже давно, много лет бы жить эти нуждающиеся. Однако он предпочел вот такую странную, сложную и очень сильно похожую на коррупционную сделку. Это вот первый сюжет о тех способностях, о тех качествах, которыми обладает нынешний министр сельского хозяйства. И цель этих рассуждений, она на самом деле в том, чтобы объективно и на фактах показать на самом деле, кем является министр сельского хозяйства в республике Башкортостан, а не тем, кем он нам кажется или кем представляется в своих замечательных презентациях, которые, в частности, вот, например, на прошлой неделе он сделал одну из презентаций, которые мы планируем подробнейшим образом разобрать в ближайших выпусках вот этого нашего сельского часа. Продолжение следует...